Нанотехнологии для нефтепроводов. Глава городской администрации сегодня посетил новый завод. Предприятие поставляет продукцию по заказу крупных корпораций. Из челябинских цехов с шиберной задвижки отправятся на дно Тихого океана. Подробности Анны Конченковой. Когда-то в этих стенах были цеха завода «Автоприцеп», а затем помещение опустили. Здесь вновь заработали станки, когда площади заняло предприятие по производству задвижек для нефтепроводов. Оно работает по заказу корпорации «Транснефть». Два года назад мы получили предложение разработать, наняли иностранных инженеров, они нам сделали самое новое, которое возможно здесь. Именно так и выглядит так называемая шиберная задвижка. Такие агрегаты установят на нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». По нему черное золото потечет в Японию и Китай. Предприятий, которые производят такие задвижки, в России всего три. На Челябинском заводе даже применяют нанотехнологии. Металл покрывают кремнием. Это обеспечивает прочность и экологическую безопасность. Задвижки дают протечки. Задвижки взрываются из-за некачественного изготовления корпусов. Именно поэтому «Транснефть» озвучила новые свои требования. И мы сделали их в полном соответствии с самых последних требований технических «Транснефти», чтобы иметь кратный запас прочности и не допустить не то что взрывов, но даже малейших протечек на трубопроводах. Сегодня с производством познакомился Сергей Давыдов. Как отметил глава администрации, создание в Челябинске подобных предприятий существенный вклад в экономику города. В казну будут поступать дополнительные средства от налогов. Также здесь появится около сотни новых рабочих мест. Люди, которые заканчивают наши вузы, приходят на производство, которое развивается в городе Челябинске. Кроме плюсов ничего нет. У этих предприятий большое будущее. И, конечно, город приветствует эти предприятия и предприниматели. Будут делать все возможное для поддержки развития подобных производств. В будущем предприниматели планируют расширяться. В планах на ближайшие два года еще один цех и новая производственная линия.